Научиться пользоваться электронными сервисами банков, где хранить сбережения и как не стать жертвами мошенников. В Новосибирской области проводят курс финансовой грамотности для пенсионеров. Ежегодно такие занятия посещают больше двух тысяч человек. Ксения Петренко подробнее. Сегодня Лариса Аркадьевна в первых рядах на лекции по финансовой грамотности. В свои 65 лет не сидит на месте. Как только вышла на пенсию, поняла, нельзя останавливаться, нужно развиваться. Теперь посещает обучающие курсы и легко управляется с компьютерной техникой. Дети радуются, но в то же время с внуками уже некогда сидеть. Вот в этом плане. Но они рады, что я хожу на все эти мероприятия, что у меня очень много времени уходит на обучение. Потому что я потом могу и обучать внуков. Потому что когда садишься за смартфон, и ты безграмотен, что они могут делать? Не хочется. Хочется их чему-то обучать. В Новосибирской области стартовали курсы по финансовой и компьютерной грамотности. Все желающие могут пройти бесплатное обучение. Эксперты расскажут, как пользоваться компьютером и смартфоном, как вести свой канал или страничку в соцсети. Для многих это новые возможности, в том числе и дополнительный заработок. Благодаря интернету они могут монетизировать свои увлечения, продавая различные изделия, изготовленные своими руками. Еще одно направление – финансовая грамотность. В рамках курса учат планировать доходы и расходы, пользоваться банковскими услугами и избегать мошенников. Один из направлений – это финансовая грамотность. Мы с вами понимаем, что человек пожилого возраста доверчив. Это первое составляющее, а второе. Действительно, у него отсутствует понимание процессов, и мошенники этим пользуются. И именно это направление очень востребовано. Наши подведомственные учреждения также прошли курсы среди сотрудников, которые также получили навыки обучения и доведения до наших подопечных, азовской финансовой грамотности. Только за этот год обучение прошли уже больше двух тысяч человек, а также около 70 пенсионеров после курса решили освоить новую профессию. Тестировщик программного обеспечения, дизайнер мобильных приложений или веб-программист. Ксения Петренко, Антон Мамаев, Новости ОТС.